Вы дважды уже повторили, что Трамп – надежда Украины. Надежда на то, что война остановится и придется справляться с внутренним негодованием в середине Украины от территориальных потерь. Правильно? Вот смотрите. Значит, Украина сегодня в состоянии войны. Каждый день теряются десятки, сотни жизней очень достойных граждан Украины. Что мы защищаем вот этим сопротивлением этой войны? Независимость Украины? Ну да, в общем, в какой-то степени. Но главное, что мы защищаем, то вооруженные силы Украины – сам факт продолжения войны. Сам факт непризнания оккупированных территорий. Мы ничего не можем сделать с этим. Ну, вооруженные силы Украины ничего не могут с этим сделать. Вернуться к границам 91-го года невозможно. Против этого Путин, против этого главный, казалось бы, союзник Украины – Соединенные Штаты, Джо Байден, демократическая администрация. Эта задача нерешаемая. Значит, решается какая-то другая задача. Давайте подумаем сами, какая именно задача решается. Наверное, задача укрепления этой власти. Как всегда бывает в таких случаях. Нет упущения смены власти. У Украины колоссальные проблемы. Сегодня, если закончится там война, сегодня, что делать с экономикой, что делать с олигархами? Есть ли в Украине свой Хавьер Милей, который начнет сокращать государственный аппарат, начнет вот эти либертарианские преобразования? Отвезет золото в Британию. Да. Почему Зеленский не воспользовался предложенной ему помощью Михаила Саакашвили, реформатора настоящего, без дураков? Почему не воспользовался помощью международных экспертов высочайшего класса, которые предлагали Украине трансформацию, реформы? Ну, смотрите, реформы, реформами, но тут же, если война остановится, мы имеем достаточно тяжелейший груз людей, убежавших от войны за границу. Мы имеем внутренний, очень тяжелый, скажем так, процесс мобилизации, который откликнется еще, когда каждый день по три, по два, по четыре видео, как крутят, избивают, затаскивают в бусик. Это вот мобилизация такая, собственно, мобилизация на войну. И такое ощущение, что с каждым днем становится все хуже, хуже и хуже, судя по сообщениям. Нет, нам, конечно, пытаются рассказать, что это происки врага, там, ну, есть там несколько случаев, на самом деле, украинский народ охотно идет воевать. Но как тогда выходить из, ну, вот, условно, приходит Трамп, все, как он говорит, да, 24 часа, созвонился с одним, со вторым, условно, пушки замолчали, дальше начинают разруливать политически, дипломатически, ну, и, условно, разрулили. А общество внутри как будет жить? Общество в Украине в очень тяжелом состоянии, очень тяжелом. Вот эта мощная антироссийская компания, которая решала позитивную задачу мобилизации общества на сопротивление, она дала, безусловно, негативный результат раскола общества в Украине, которая состоит из двух, ну, почти равных частей, так сказать, украинцы и русские. На самом деле этих частей много, сегментация может проходить по линии, там, возвращения к старой модели, схеме существования, там, почти советской, социалистической, либо рыночной, радикальной, либо с олигархами, либо уже без олигархов. Там много. Сегодняшняя Рада должна была бы принимать уже сейчас все эти решения, как будет устроена политическая система экономики Украины. То, что было до войны, никого не устраивало. Это была олигархическая, совершенно коррумпированная система, против которой народ выбрал Зеленского, не желая существования этой системы, вот этой коррумпированной политической, экономической. Народ голосовал против олигархического устройства Украины. И это первое, что должен был бы делать Зеленский. Но не делал. Но это, знаете, в истории это, в общем, обычное, нормальное явление. Много обещаний, много желаний, искреннего желания, изменений, реформации. Но когда власть уже захвачена, начинается борьба за удержание этой власти, сохранение власти. «Я президент одного срока», – говорил Зеленский. Ну, задайте ему сейчас этот вопрос. Готов ли он продолжить эту позицию и поддержать следующего кандидата в президенты? У него очень мало шансов переизбраться. Но вот такое впечатление, что его окружение, команда, будет бороться просто до последнего украинца за то, чтобы остаться у власти. Или как этот гад Боровой придумал формулу «до последнего ребенка в последнем госпитале». Понимаете? Ну, так жизнь устроена, к сожалению. Константин Атанович, а почему Зеленский устраивает Белый дом? Ведь, ну, есть такое мнение, и, наверное, оно отчасти точно справедливо, я не знаю, как полностью, что если бы западные партнеры, ну, вот кредиторы, да, там, администрация сказала, что, ну, смотрите, у вас запрещена, конечно, предвыборная агитация, там, вообще, и выборы во время войны. Но вот нужно, как бы, освежить, переподписать договор, да, вот этой легитимности между властью и обществом, выборы провести во время войны. Ну, там как-то, я думаю, что креатива хватило бы. Придумали там и для переселенцев, и для того, для тех, кто уехал, и беженцев, и всех бы включили и показали, смотрите, проголосовали все. То есть, кто ищет, кто хочет, ищет возможности, кто не хочет, ищет отговорки. Но тут же момент, в другом, западу это, как бы, не надо. И вроде бы выборы пора проводить было еще весной, но, тем не менее, все принимают, все встречаются, и никто об этой теме не говорит. О теме смены или, внимание, ну, как, передление власти, то есть, переголосовывание. Что такого в Зеленском есть, что Запад демократический, с правилами, ну, как бы так не считает, и закрывает на вот этот фактор демократии глаза? Демократическую администрацию Соединенных Штатов, лидера демократического сообщества, устраивает Зеленский. Даже с Порошенко Джо Байдену пришлось разговаривать с жестким языком ультиматума. Либо вы снимаете Шохина, либо не получите миллиарда долларов. С Зеленским нет необходимости проводить эти переговоры. Он поддерживает демократическую администрацию. Он фактически согласен соучаствовать в преступлении ради демократов. То есть, не расследовать преступления вот это Борисмы, а то, о чем просил его Трап. Вот. Он проводит пропагандистскую кампанию сегодня. Это официальная пропагандистская кампания. Я могу дать цифры, оценить ее, так сказать, объективно. Она достаточно мощна в поддержку демократической партии. Вот. Расчет на украинское сообщество, которое в Соединенных Штатах может поддержать демократов. Ну, мало вероятно. Украинцы американские, они очень умные, они все понимают. Протесты перед Белым домом за Ленд-Лиз проводила диаспора украинская. При том, что посол Украины в Соединенных Штатах пытался тогда дискредитировать эту диаспору. Называл их там чуть ли не ставленниками Путина. Понимаете? Зеленский хорош для демократической администрации. Он не очень хорош сейчас для народа Украины, к сожалению. Я всегда поддерживал Зеленского. Вы себе представляете, как это было трудно на том этапе, когда шла пропагандистская кампания Парахоботов. Но я его поддерживал. И поддерживаю даже сейчас. Но я понимаю, что количество его ошибок превосходит все допустимые нормы. И он сам себе наносит сегодня ущерб, продолжая собственную политику. Уже давно надо было прийти к какому-то заключению, смириться, согласиться с этой стратегией белого флага, как мы с этим папой римским шпионом Путина предлагаем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!